Все эти вопросы мне нужно знать для того, чтобы дать полноценные ответы, а также хорошо бы знать, конечно, анализы для полной картины, ну тогда будет понятно. Но в основном, почему волосы не растут вот в этом возрасте, да, до двух, до трех лет, в принципе, неактивный рост волос, это считается нормой. 4,5 года уже, да, уже начинают присматриваться, что не так. Возможно, есть паразитарные проявления, которые не дают питание волосяной локовице, и, соответственно, кровь может быть густая, нужно рассматривать, в чем проблема, были ли прививки. Много вопросов, видите, да, нужно узнать для того, чтобы дать ответ по здоровью ребенка. Немножко напишите там, что услышали от меня, может быть, решим сегодня. Можно ли есть урбич с фруктами или он с финиками? Нельзя, нельзя. Урбич с фруктами не сочетается, потому что фрукты это вообще моноеда, желательно их вообще ни с чем не смешивать, только фрукты поели, все, больше это отдельный прием пищи. С урбичем, ореховым или семян, это уже очень сложная концентрация, сложное сочетание, где идет конфликт. И микрофлора однозначно положительно не реагирует на такое сочетание. Урбич должен достаточно долго находиться в желудке, фрукты должны быстрее пройти в тонкий кишечник, за счет урбич остаются в желудке и происходит брожение, происходит развитие патогенной микрофлоры и подкормка грибов и бактерий. Так же, как и лен с финиками. Вот посмотрите, зайдите в мой IGTV канал, там есть под поводу льняной каши, что ее нельзя смешивать с бананами и со сладкими фруктами, с финиками в том числе, вообще с сухофруктами. Что у меня нос чешется все время на эфирах? Лен это семя, это жирный, достаточно жирный продукт и со сладостями жира и со сладостью не смешиваются. То есть это ваше основное правило, которое вы должны запомнить, жиры со сладостями не смешивать. Ни орехи с медом, ни с бананом, то же самое семена, ни с бананом, ни с сухофруктами, ни с медом, ни с чем не смешиваем. Если лен хотите, то с кисло-сладкими яблочками, либо с ягодами можно хорошо сочетать, а урбечь, ну а урбечь тоже желательно как моно, либо с овощами можете использовать, но вот орехи тоже, если ореховый урбечь, орехи тоже монопродукты, желательно их есть отдельно. То есть не стремитесь как можно больше в один прием пищи уместить как можно больше полезности. И толку это пользы большой это не даст, и будет только ухудшаться ваше состояние. Даже на сыроедении вы не протянете долго на таком смешанном сыроедении, когда все мешается и все в куче складывается. Лучше перестраивайте свои взгляды, лучше оздоравливайте пищеварительную систему, чтобы в принципе всего хватало без дополнительных добавок на сыроедении и суперфудов, таких как урбечь и тому подобное. Да, к слову сказать, наша семья никогда не ела урбечь, и все хорошо, все замечательно у нас. Мы не ели спирулину, ягоды Годжи, семена чея мы купили совсем недавно. Так у нас с пачкой стоит, потому что не ест она вообще никакого. Что еще есть такого? Ну в общем мы никакие суперфуды не использовали, и наши дети в том числе, и прекрасно все себя чувствуем. Так что это не панацея, понимаете, да, это по большей части маркетинговый ход. Можно сыроедить и без этих продуктов. Как лечить ветрянку с температурой 138, ребенок 3,9, питание традиционное? Ну ветрянка не так страшна, температура должна быть для того, чтобы иммунитет работал в полную мощность. Ну традиционное питание, да, вы понимаете, да, что на традиционном питании достаточно много залежей в теле, и это все может на фоне температуры даст какие-либо осложнения, какие-то особенности со здоровьем. Да, это, ну смотрим правде в глаза, мы реалисты, да, если традиционное питание. Желательно сейчас, что вы можете, как вы можете помочь? Вы можете уже сейчас ребенок 3, почти 4 года, как наш светозар, да, ну в принципе вы можете посадить ребенка на соки, пробыть целый день на соках, не разбавленных. Пьет сколько хочет, когда хочет и какие хочет. Это уже даст свои положительные результаты, и на температуре это будет видно. Дальше, если не было поражения кишечника, то сделайте клизму с лимонным соком. Ни сода, ни соль, ни свекольный сок, ничего не используем, только лимонный сок. То есть берете там пол-литра, нет, пол-литра много, стакан воды, температура тела, столовую ложку, либо десертную ложку лимонного сока туда, и делайте с темностоем клизму. Температура, как побочный эффект, будет падать, но самое главное, вы поможете ребенку освободиться от тех каловых масс. Дети, миряши, пожалуйста, потише. Поможете освободиться от тех каловых масс, которые образуются в кишечнике, которые за счет температуры превращаются в камни, и, соответственно, впитываются. Ребенок не может сходить в туалет, и впитывается это все обратно в кровь, и происходит обратная вторичная интоксикация, и вам это абсолютно не нужно. Посмотрите на канале YouTube, в записи мой вебинар по поводу температуры у детей, там много полезного найдете. Я знаю, что сейчас не используют никакие спиртосодержащие препараты, такие как зеленка, например. Это не нужно делать, потому что кожа у ребенка достаточно тонкая, и сразу все это всасывается в кровяное русло, и происходит алкогольное отравление у ребенка. Не стоит этим увлекаться. Главное, чтобы контакт с воздухом, со свежим воздухом был как можно чаще. Я сейчас понимаю, что у вас, наверное, похолодало, и со свежим воздухом это проблемы, но, во всяком случае, вы можете раздевать ребенка, чтобы он голенький дома был, проветривать как можно чаще квартиру, это уже будут хорошие результаты давать. Давайте, поправляйтесь. Держите нас в курсе, расскажите в следующий эфир, как вы себя чувствуете. Здравствуйте. Нужно ли разбавлять сок, овощи, фрукты, овощные или фруктовые, да? И чем чревато употребление неразбавленного сока, особенно цитрусовых? Ребенок любит неразбавленное пить. Пьем по 1,5-2 стакана за один прием пищи. Благодарю. Разводить соки или нет, а сколько ребенку? Не знаю. Соки можно разводить водой один к одному, если человек на традиционном питании и ослаблено поджелудочное, органы все работают в напряжении, из последних сил. Тогда соки нужно разбавлять обязательно. То же касается и малышей. Если у вас было традиционное питание, если вы кормили ребенка, когда питались на традиционном питании, и если вы прикорм, соответственно, обработанной пищей водили, то соки ребенку тоже нужно разбавлять. Если ребенок на фруктоедине, вернее, мама его на фруктоедине, на сроедине, если ваше тело на легком питании, и, соответственно, если маленький ребенок ел молочко от мамы с легким питанием, то соки можете не разбавлять. Но если ребенок выпивает 1,5-2 стакана, это достаточно много. Да, нагрузка на поджелудочное есть, но нужно смотреть. Какой сок? Если цитрусовый, да, в принципе, и корнеплоды, овощной, фруктовый, львовый сок желательно. Хоть немножко разбавляйте, потому что для ребенка, если он маленький, если до 5 лет, то это большая концентрация. 2 стакана выпить и нагрузить достаточно свою пищеварительную систему. Лучше разбавить. Взрослого можно не разбавлять, если у вас уже устоявшееся сырое растительное питание. А если ребенок старше 5 лет, то, в принципе, надо смотреть по нему. Надо смотреть, в каком состоянии пищеварительная система, есть ли высыпания на коже, как реагирует на соки организм, как утром просыпается ребенок, есть ли налет на языке, в каком состоянии его пищеварительная система. Сделайте диагностику по коже и по состоянию кала. Тогда вам будет понятно, стоит ли разводить соки, либо можно оставить цельные. Здравствуйте. Я провела на соках 2 недели. Я чувствовала себя отлично. Особых заболеваний нет. На веганстве, вёсно-процессировано. Сейчас хочу поделиться полностью на сыроедение. Что после голода хорошо провести? Вы планируете голод или вы говорите про 2-недельный период на соках? Это не голод, да? Помните, еще раз, голод это либо на воде, либо насухо. После разгрузочной недели такой на соках, замечательно у вас сейчас почистилась лимфатическая система. Если вы до этого чистили кишечник, то можно вот сейчас уже запустить чистку крови. Вот будет хорошо. Если не делали чистку кишечника, то в принципе, я не знаю, как вы проводили на соках дни, делали вы клизмы в это время, очищение кишечника как-то, либо просто были на соках. Если просто на соках, посмотрите опять же за своим состоянием кишечника. Посмотрите налет на языке. Есть по утрам? На зубах в течение дня появляется или нет? И это вам даст понятие грибница в каком состоянии тела. И может быть, стоит запустить антигрибковое воздействие. Но лучше, смотрите, лучше все наоборот. Чистить кишечник, потом переходим, сделать антипаразитарные программы, а потом перейти на соки. А потом чистку крови сделать. Вот идеальный вариант. Если у вас, вы просто вошли, то в принципе, не помешает сделать чистку антипаразитарную. Допустим, полынь попить, да, утром натощак по чайной ложке выпивать. А потом недельку так попить, а в конце недели сделать чистку кастуркой, например. Либо один или два дня тоже на соках побыть, вот в данном случае с клизмой. Потому что после антипаразитарной программы нужно клизм делать обязательно. Ну, а потом зайдете на чистку крови, тоже хорошо. Расскажите о своей чистке, о своей мягкой чистке печени. Расскажешь? Владимир сказал, что на курсе все расскажет. Сейчас не могу рассказать, это она большая, и там нужно рассказывать все детально, подробно, и так, чтобы подбирать. Понимаете тоже, что у кого-то желчный вырезок, я вам сейчас скажу, что вот делайте вот это, и все пойдут делать это. Я не могу взять на себя ответственность, и крупные чистки такие, вот на всеобщем эфире, рассказывать, что однозначно делайте вот так. Подбираются ключики, у каждого свой ключик, и нужно аккуратно входить. Именно наша методика, она помогает мягко, комфортно встроить в вашу жизнь, в ваш образ жизни, в ваше питание, встроить эту чистку, чтобы она прошла хорошо, чтобы не было никаких негативных последствий, и чтобы печень заработала, чтобы вы действительно почувствовали результат, а не просто так, ай, ну, я почистила, кажется, печень. Понимаете, да? Вздутие во время предминистрального синдрома без крови, это нормально? Если у вас, вы резко перешли на сыроедение, помните мой эфир про месячные, небольшой и короткий, когда позавчера я говорила, кто не видел, в IGTV, зайдите, посмотрите. Если месячных нет, как долго их нет? Как долго вы перешли на сыроедение? И делали ли вы какие-то чистки? Если все вот грамотно было выстроено у вас, проводили очищение, грамотно перешли на сыроедение, месячные постепенно заканчивали, заканчивали, заканчивались и завершились, не просто так, ба-бах, и прекратились месячные в один же цикл, то это нормально. И таких вздутий живота не должно быть. Ну, похоже, что если есть вздутие, значит, где-то вы неправильно, не по правильной дорожке пошли. Скорее всего, если вздутие, то надпочечники в не лучшем состоянии и печень. Вот эти два органа, на которые вам стоит обратить внимание. Ну, помните, сначала очищение кишечника. Это обязательно. То есть это основа основ. Без него никуда дальше не собираетесь ничего делать, никакие травы принимать. Но вот можете сделать чистку кишечника, потом месячную можете сделать расторопшую. Вот помните, я писала про план ваш для печени. И потом снова чистка кишечника, и уже увидите, что результаты совершенно другие. А потом, если решите, сделайте... Ну, здесь важно еще, да, антипредитарное воздействие. Ну, если вот почувствуете сначала первые вот эти вот сдвиги в своем теле и увидите их своими глазами, а потом уже переходите к более сильным чисткам, тем же антипредитарным, тем же чистке желчным, допустим, и надпочечников. Но если вы все делали правильно, переходили правильно с чистками, с очень медленно, плавно закончились месячные, то здесь нужно разбираться в гормонах и нужно смотреть, что происходит, почему такая реакция. Как нейтрализовать запах чеснока? Вижу, что вы иногда кушаете, но сложно представить у вас такую красивую запахом чеснока. На самом деле, когда человек на глубоком уже сыроедении, устоявшемся, фруктоедении, то мы съедаем не так много чеснока, и вот он у нас в основном, когда гости приезжают, мы какие-то блюда делаем с чесноком, а сейчас не едим чеснок. Когда едим, то запаха от тела нет. Почему появляется запах от тела, такой чесночный, да, характерный, очень едкий, потому что чеснок растворяет все залежи, которые есть, работает с патогенной микрофлорой, и это вызывает вот такой неприятный запах. Если есть запах от чеснока, значит, есть процессы в кишечнике, которые нужно утилизировать, с которыми нужно работать, и это вам как подсказка. А вообще, если перейдете на стабильное сыроедение или фруктоедение, то запаха вы не будете чувствовать от чеснока, он будет просто быстренько уходить. А если скушаете еще после, вот, допустим, зубочек чеснока съели с авокадо, и заели петрушкой, пару веточек петрушки, вот могу давать гарантию, что все будет хорошо, и запаха не будет чувствоваться. Но тело, да, самое главное, тело, это внутреннее состояние, так вот реагирует на чеснок. Ну, хороший вопрос, спасибо. Последний вопрос. Здравствуйте, заболели с ребенком, у ангина. Пью антибиотики, началась диарея. Что делаете, и как восстановиться после всего? Я веган, ребенок-вегетарианка с рождения, ребенку 3,5 года. Ну что, первым делом, конечно, поправляйтесь, мы все за вас держим кулачки, давайте, набирайте сил, восстанавливайтесь, и пусть ваша зима будет в устойчивом здоровом состоянии. Ну, для этого понятно, да, антибиотики. Для чего антибиотики, ангина? Смотрите, хорошо, антибиотики есть, вот уже сейчас данность есть. Пропили антибиотики, что делать дальше? Ваша ангина, это ваша подсказка, что нужно все, абсолютно все менять. Я понимаю, что сложно, да, перейти на сыроедение. Я не говорю о 100% сыроедении, взяли вот и завтра начали сыроедить. Нет, вы можете восстанавливать здоровье на фоне более легкого питания. То есть только обработанные овощи, например, вы можете себе позволить в дневное время. Все остальное, салаты, сырые каши, сырые супы, смузи, ягодные, берите замороженные ягоды, готовьтесь с бананом. Это все хорошо. Зелени много, соков много, и проростки включайте в рацион. И оздоравливайте кишечник, оздоравливайте печень, несколько раз курсами, то есть не одну неделю. Пропили админ с кориандром, потом через месяц еще раз и еще раз. То есть ваша сейчас задача, как мамы, вывести ребенка на стабильное здоровье, не дожидаясь следующей ангины. Но вы должны понимать, что будут обострения. Вот не пройдет все так вот на ура, как вам хочется, хочется, потому что есть уже воздействие антибиотиками. И вот обратно, вот смотрите, заболели, антибиотики подействовали. Теперь вам нужно пройти обратную дорогу, для того, чтобы снова вернуться в здоровое состояние. Могут быть обострения, но все зависит от того, насколько вы хорошо проведете чистку. И чистка лимфы, чистка печени вам очень важна, потому что антибиотики просто так, они не выходятся из организма. Ну и почки тоже поддержать. Вот такой костяк вам нужно сделать, нужно прописать свой план, как вы это будете делать. Вот не могу в эфире все рассказать, потому что, опять же, мы работаем с людьми месяц в курсе по оздоровлению, и там, конечно, сопровождаем видео. В консультации могу это все рассказать, но только после того, как узнаю ваше состояние у ребенка, и тогда смогу дать четкие рекомендации. Есть много информации у нас на сайте, у нас в ютубе, в открытом доступе. Вы можете, смотрите, либо прийти на консультацию, да, она платная, и получить все сразу, готовый план, либо изучать это все самостоятельно на наших источниках. Все вы можете самостоятельно найти в открытом доступе. Ну да, это ваше время, это ваши силы, ваш труд, но выбирайте, что вам комфортнее. Как вам комфортнее, так и двигайтесь. Но стоять на месте точно вам сейчас нельзя. Вот уже сейчас занимайтесь. Закончили курс антибиотиков, восстанавливайтесь. И диарея, если диарея началась, то флора, 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 постоянно тмин с кориандром. Хотя вы попейте две недели, уже будет лучше. Все, бегу. Уже у меня начинаются встречи. Всего доброго. До завтра. Завтра в 13.00. Я снова жду вас всех. Пока. Хорошего дня.